Моржи, вероятно, наиболее известны своими огромными бивнями. На самом деле их научное название в переводе с латыни означает «зубастый морской конь». Существуют два подвида этих морских млекопитающих – Тихоокеанский морж и Атлантический морж. Летом они мигрируют на север, а зимой – на юг. Населяя мелководные участки Арктики, состоящие в основном изо льда. Из-за глобального потепления и охоты моржи находятся под угрозой исчезновения. Социальные животные моржи обычно собираются вместе с представителями одного пола. Это крупные полуводные ластоногие. Из двух сохранившихся подвидов – Тихоокеанские моржи тяжелее Атлантических, а самцы крупнее и тяжелее самок. Моржи могут вырастать почти до 3,5 метров в длину и весить до 200 кг. Кроме человека, у моржа есть только два естественных врага – касатки в воде и белые медведи на льду. Детеныши наиболее уязвимы, поскольку взрослые моржи способны справиться с большинством хищников. И у самцов, и у самок моржей есть бивни, которые на самом деле представляют собой огромные клыки. Бивни, которые могут достигать 90 см в длину, используются как оружие против хищников и как демонстрации доминирования. Но они также используются и в практических целях. Они позволяют моржам делать отверстия во льду и удалять куски льда, которые они используют в качестве места отдыха, чтобы добраться до моллюсков и морских беспозвоночных под замерзшей поверхностью. Моржи – морские млекопитающие, и у них есть особые приспособления для жизни в Арктике. У моржей объем крови в 2-3 раза больше, чем у сухопутных животных сопоставимого размера. Это позволяет им надолго погружаться в холодную воду, чтобы достать пищу, сохраняя в крови и мышцах как можно больше кислорода, чтобы оставаться под водой. Моржи также способны снижать частоту сердечных сокращений под водой, чтобы сохранить тепло. Кроме того, под кожей у них находится слой подкожного жира толщиной почти в 25 см, который защищает их от холодных арктических вод. Моржи много работают, плавая, ныряя и перемещая куски льда. Поэтому, когда приходит время отдохнуть, они могут вздремнуть практически где угодно, в том числе и плавая в воде. Изучение режима сна моржей в неволе показало, что они могут спать короткое время, лежа на дне бассейна, прислонившись к борту или плавая на поверхности. Однако отдых в воде при гребле, чтобы оставаться на плаву, не идеален. Большая часть времени сна моржей проходит на суше. Хотя усы моржей часто принимают за волосы, это невероятно чувствительные вибрисы. У моржей от 400 до 700 этих тактильных органов, расположенных в 13-15 рядов вокруг носа. Они используют их также, как кошки, выдры, крысы и другие усатые животные. Ощущают окружающий мир. У моржей не очень хорошее зрение, поэтому для поиска добычи на темном дне океана они полагаются на свои вибрисы. Важность этих усов нельзя недооценивать, поскольку с их помощью моржи находят около 20 килограммов пищи в день.